Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. В гостях у меня сегодня Владимир Кузин, старший инспектор управления ГИБДД. Владимир, здравствуйте! Сегодня поговорим о том, что 1 июля наступило, и в силу вошли изменения в ПДД. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. В первую очередь, наверное, о том, что касается пьяных за рулем. Да, уже вступили в силу поправки и в правила дорожного движения, и в кодекс об административных правонарушениях. Начнем с пьяных водителей. Их за последние годы, к сожалению, не становится меньше. На сегодняшний момент на территории области нашими сотрудниками уже задержано около 3000 нетрезвых водителей. К сожалению, ДТП по их вине тоже достаточно нередки. И за 5 месяцев текущего года на территории области зарегистрировано 67 ДТП с участием нетрезвых водителей. 12 человек в этих ДТП погибли и 103 получили травмы. К сожалению, из этих 12 погибших 3 ребенка. Это Рыбновский район, там нетрезвый водитель перевозил ребенка с мамой, и он не справился с управлением, перевернулся, ребенок вылетел при ударе из автомобиля и погиб. К сожалению, их год от года меньше не становится. Напомню, в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность. Если вы управляете транспортным средством в состоянии опьянения, то за это предусмотрено лишение права управления на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Это было? Нет, это сейчас есть. За повторное управление в состоянии опьянения до 1 июля было лишение права управления на срок до трех лет и штраф в размере 50 тысяч. рублей. Вот сейчас уже 1 июля наступило, и сейчас за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения уже предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы до двух лет. И мы надеемся, это как-то поможет сократить число нетрезвых водителей. Вот поймали мы наши сотрудники этих трех тысяч пьяниц, да? А ведь всех 100% автомобиля не проверишь, кто-то, возможно, и мимо проехал. Поэтому, на самом деле, их число достаточно большое. И, конечно же, часть населения, в общем-то, не остается равнодушным к этой проблеме. И каждый день люди звонят в дежурную часть ГИБДД, в полицию и сообщают о том, что вот по их мнению они видели, что едет пьяный водитель, либо они видели, как он выпивал и сел, либо у него же там шаткая походка. Вот. Да, такие звонки поступают каждый день по несколько раз, однако нам бы хотелось большего. Нам бы хотелось, чтобы каждый человек не оставался к этому равнодушным и обязательно звонил в полицию, чтобы мы могли предупредить это ДТП. Наши сотрудники при поступлении в дежурную часть такого звонка, они немедленно реагируют дежурной, направляют экипаж, и достаточно часто мы задерживаем именно по сообщению граждан. Ну, наверное, хотелось бы, чтобы водители тоже были ответственнее, да, и все-таки думали, прежде чем пить за рулем. Да, конечно. Такси-то можно вот в Рязани, в любую точку города за 200 рублей примерно вызвать, это недорого, и этих организаций, которые занимаются перевозкой пассажиров, достаточно много. Общественный транспорт ходит. И, кстати, давайте напомню, что уже считать состоянием опьянения. Допустим, вас остановил инспектор ДПС, у него есть подозрения, он вам предлагает пройти освидетельство на состояние опьянения. А какие подозрения у него могут возникнуть? Это, конечно же, запах алкоголя изо рта. Ну, и другие косвенные признаки – это покраснение кожных покровов лица, это шаткая походка, это нарушение связанности речи, ну, еще некоторые другие признаки. Вы согласились пройти, проходите на сертифицированном приборе на состоянии опьянения, да, свидетельствование. И если прибор показывает больше, чем 0,16 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха, все, это уже будет состоянием опьянения. А если человек отказывается от освидетельства? Если отказывается, то здесь ответственность такая же предусмотрена, как и за управление в состоянии опьянения. То есть он считается по умолчанию пьяным? Да, он считается уже по умолчанию, и там тоже лишение, штраф, а при повторном отказе тоже уголовная ответственность. И, конечно же, не стоит употреблять даже бутылки пьевые и садиться за руль. А вот изменения в ПДД также касаются пешеходов, да? Да, часть изменений коснулась пешеходов. Самое интересное из них это то, что теперь в темное время суток, либо в условиях недостаточной видимости, пешеходы должны будут при движении за городом по обочине, либо по краю проезжей части, если они двигаются, да, а выязаны будут иметь на одежде светоотражающие элементы. И обеспечивать их видимость водителям. Светоотражающие элементы – это свои простые приспособления. Они могут быть выполнены в виде браслетов, подвесок, значков, жилетки, термонаклейки. Все это стоит очень недорого. И, конечно же, пешеходам это необходимо будет носить. И штраф предусмотрен, если они не будут это носить, в 500 рублей. Но это только за городом? Да, это только за городом. В городе это рекомендовано, за городом обязательно. Стоит отметить, по статистике, 90% аварий с участием пешеходов, наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями происходит именно в темное время суток. Поэтому эта мера не случайна, она ожидаема. Мы очень приветствуем. Стоит все эти элементы недорого. Можно даже использовать фонарь. Поэтому пешеходам уже необходимо будет засветиться, выйти из темноты и перестать быть невидимкой. За 5 месяцев, кстати, отмечу, 188 ДТП уже произошло наездов на пешеходов. Это достаточно много, к сожалению. Но вот эта мера, я думаю, позволит снизить и тяжесть, и количество ДТП. Но, тем не менее, наверное, это не отменяет того, что нужно смотреть по сторонам. Конечно. Потому что люди понимают, что пешеход гораздо защитнее автомобиля. Самый безопасный переход – это регулируемый. Но даже на нем происходят наезды на пешеходов. Регулируемый, то есть это светофорный. Даже на нем происходит наезд на пешеходов. И большинство этих наездов можно было бы избежать. Но здесь сами пешеходы должны, прежде чем ступить на проезжую часть, переходить, они должны посмотреть все-таки по сторонам. Водитель-человек, он, может быть, отвлекся на пассажира, на магнитолу. Что-то произошло с автомобилем, задумался. Поэтому автомобиль так быстро не остановить. Пешеходы просто загорелся зеленый. Посмотрели по сторонам. Все остановились, пропускают, можно идти. Потому что в городе достаточно много камер, особенно на супермаркетах. И мы просматриваем эти видео наезды на пешеходов. Частенько такие случаи происходят, когда пешеход идет с накинутым на голову капюшоном, в ушах наушники. Еще очки. Можно, да, и очки. И он совершенно даже загорел зеленый. Он в этих капюшонах, в наушниках не посмотрел. По сторонам пошел. Произошел наезд. Ну, а в темное время суток, конечно же. В ближнем свете фар, светоотражающие элементы на одежде пешехода, можно будет увидеть с расстояния примерно порядка 150 метров. Если пешеход без них, то его видно с расстояния не более 50 метров. Разница в несколько раз, да? В три раза. А если при дальнем свете фар, то здесь уже вообще 300-400 метров. Все, водитель его увидит, пешехода, и уже может среагировать. Ну, еще вот одно изменение касаемо того, что в случае аварии необязательно вызывать ГАИ на место аварии. Да. С 1 июля теперь, если произошло ДТП с материальным ущербом, то есть никто не пострадал, материальный ущерб причинен только транспортным средством, и, как оценили участники дорожного движения, ущерб не более 50 тысяч рублей, ранее было 25 тысяч, сейчас не более 50 тысяч рублей, и они сходятся в оценке произошедшего, да? То есть, если они разошлись, кто прав, кто виноват, все, пожалуйста, вызывайте сотрудников полиции, они приедут, оформят в соответствии с законом. Если они не расходятся во мнении, сошлись, да? У них несколько вариантов действий. Они могут вообще не вызывать сотрудников ДПС. Тот человек, который чувствует, что он нарушил правила дорожного движения, соглашается с этим, он может его заместить в материальный ущерб потерпевшему, и все, просто потом разъехаться и никого не вызывать. Далее. Если же все-таки участники хотят это документально оформить, то в этом случае они могут сами оформить необходимые документы, которые прилагаются к полюсу ОСАГО, и приехать в страховую компанию. При этом необходимо будет нарисовать схему ДТП и зафиксировать на фото либо видео положение транспортных средств и желательно элементы дорожной инфраструктуры. Это перекрестки, пешеходные переходы, если есть вблизи, ну и дорожные знаки, это основное. Также можно самим нарисовать схему ДТП, зафиксировать положение автомобиля, опять же, на фото, видео, и прибыть на ближайший пост ГИБДД либо в подразделение ГИБДД для уже оформления. В общем, срочно надо учиться рисовать. Да. Ну что ж, Владимир, спасибо вам огромное за то, что все объяснили и разъяснили. Друзья, конечно же, будьте аккуратнее на дорогах всегда. Ну и напомню, что в гостях у меня сегодня был Владимир Кузин, старший инспектор управления ГИБДД. Программа «Семь минут». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин